ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Дорогой дядя Семен, я... Так, стоп, 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 дорогие мои, нет, нет, я, конечно, не против, но мне все-таки больше нравится, когда вы называете меня профессором Семен Семеновичем. Это придает, так сказать, особый научный оттенок нашей программе. Договорились? Договорились? Ну, все, ладно, отлично, извините. Все, письмо, письмо, письмо. Мой дедушка, капитан дальнего плавания, пишет Макар, постоянно рассказывает мне байку о том, что в море можно увидеть зеленых человечков, бегущих по зеленому лучу. Я решил выяснить, правда ли это. О, дорогой Макар, дорогой мой Макарище, вот, вот документальные свидетельства существования этого зеленого луча, о котором рассказывает ваш дедушка. Вот мой дневник. Видишь ли, еще до того, как стать профессором, я служил на флоте. Да, честное, профессорское. И тогда я тоже не верил в существование зеленых человечков. Каково же было мое удивление, когда я сам собственными глазами увидел это необычное зрелище. Вот что я записал. Сегодня самый необычный день в моей жизни. Сегодня я стал настоящим моряком. Вечером я дежурил, начинались сумерки, небо было ясным, солнце садилось. И вдруг над горизонтом появился изумруднейший луч. Я даже опешил от этого неожиданного зрелища. Зеленый луч, зеленый, понимаете вы, совершенно зеленый луч сиял целое мгновение. Потом из него родился зеленый закат. И на линии горизонта плясали зеленые человечки. Да, зеленые. Боже мой, человечки, это случилось со мной, лично со мной, братцы. Вы знаете, среди моряков живет легенда. Кто увидит такой луч, обретет счастье, долголетие и удачу. Сойдя на берег, я тут же бросился в библиотеку. Стал искать научное объяснение этому явлению. И нашел! Зеленый луч, описанный еще мореходами древности, оказался редкостным оптическим явлением. Наблюдать его можно в момент нахождения солнечного диска на линии горизонта. Правда, ученые выяснили, что увидеть зеленый луч можно только при совпадении трех условий. Наличие открытого горизонта, безоблачного неба и захода или восхода солнца. Но не будем, не будем углубляться в законы физики, Макар. Главное, знай. Твой дедушка рассказал тебе правду. Конечно, зеленые человечки — это, так сказать, образное выражение, но зеленый луч — это реальное явление природы. Редактор субтитров А.Семкин